тема конечно интересная евангелизм во времена кризиса и наверное вы думаете что мы будем говорить только об украинском контексте это будет конечно но и не только когда я встретился в киевском библейском институте летом с беженцами с донецкой области и это были семьи которые вынуждены были просто убежать и вы понимаете какое состояние когда ты оставляешь то что годами копил это трудно даже представить просто даже помыслить и у нас была встреча со студентами стационарной формы в чат или киевской библейской института я наверное понимаю что я сказал странные слова но я сказал под вдохновением божьего духа тогда я это четко понимаю я сказал друзья обращаясь к этим беженцам вам это будет странно но я вам скажу что это лучшее время вашей жизни я понимаю что логика здесь не работает лучшее время что-то внезапно произошло в той аудитории дух святой начал свою работу ноги начали плакать и мы просто почувствовали такое явное явное присутствие божье почему а дело в том что во времена кризиса что-то происходит и отрицательно происходит и конечно происходит положительное я понимаю что время которое мы имеем сегодня она не позволит все стороны рассмотреть но хотя бы то что есть в моем сердце передать но как вчера я говорил на сегодня я продолжу основания я понимаю это божье слово уже пятый год возглавляю отдел образования у нас разные семинары разные пути этих семинар методика то есть три шага туда два шага туда это все нормально здорово но она все не работает если нет слова от бога я начинаю от со слова божьего и хотел бы чтобы вы обратили внимание на текст специально всегда выбираю тексты которые очень знакомые и на этом тексте у нас будет построена наше общение но ты будь бдителен во всем запятая переноси скорби совершай дело благовестника исполняй служение твое вы заметили этот текст имеет 4 части они отделены запятыми но ты будь бдителен во всем запятая переноси скорби совершай дело благовестника исполняй служение твое 2 тимофея 4 глава 5 стих и давайте мы начнем с первого но ты будь бдителен во всем но ты будь бдителен во всем что я заметил вообще в благовествовании а многие годы бог дал эту возможность служить благовествование не только как ярослав говорил в украине и в других постсоветских странах и не только постсоветских этим летом не было уникальная возможность на площади в мадриде проповедовать евангелие многие украинцы подошли нас очень хорошее было общение я вот что завентил что часто мы выбираем мы это я не имею ду вы только а вообще в общем говорю с контекста что ты берем с контекста часть которая нам нравится например за молитву за молитву и помогляться люди и бог исцелит землю нам охота так чтобы только помолиться но вначале там стоит и смириться народ мой прежде чем молиться и смириться на вот понимаете с мой мою мысль то есть если взять контекст благовестника то тут есть важные части но ты будь бдителен во всем оказывается если человек потерял бдительность он не может быть эффективным благовестником в чем же эта бдительность я хочу откровенно побеседовать с вами в вопросах нашего украинского контекста о чем говорят последние события когда вот это все произошло вот год уже будет практически 30 ноября это уже будет год то что как начался майдан как все это начал когда побили молодых людей на майдане и все вот в принципе зашевелилась но люди были взъерошены такие все я когда шел в церкви я понимал что я должен что-то сказать церкви благовестие начинается со своей семьи с церкви начинается благовестие и я просил господь дай мне слово потому что очень непросто вот таких ситуациях что-то говорить от себя это ты просто попадешь и под утро господь проговорил мой дух когда я собирался церкви мой старший сын спросил папа у тебя есть сегодня слово от бога но проповедники меня поймут иногда ты идешь церковь и ты надеешься что у тебя слово от бога иногда ты просто уплываешь как говорил по человеческому рассуждению это все в то утро я сказал да сынок я благодарю бога господь обратил внимание на три вещи чтобы я передал в церкви я не перестаю об этом говорить и обязательно вам об этом скажу уже понимал когда то утро что событие будет продолжаться что это не будет один день неделя или даже месяц и и первое что господь проговорил что передать сначала верующим людям чтобы верующие люди не зашли в зону войны против плоти и крови зону войны против плоти и крови я спросил господь почему как отделить потому что не так просто на всех шатало и верующих людей это не вопиющая несправедливость и разные геометральные стороны на это все то есть личности пошли пошли именно понимаете уже на языке пошли имена и вот господь показал интересную картину чем это чревато я вспомнил вот что я вспомнил я вспомнил то как господь мне проговорил и и это аргументация почему нельзя воевать против плоти и крови потому что простите я вас немножко обижу потому что мы все такие же дорогие если убрать то что господь дал нам у каждого из нас заложен потенциал простить он отрицательные от воровства до терроризма в каждом я помню когда я из нашего города ровно областной центр ехал в город где я живу остров и я разворачивался на обездной дороге там такой формат как у нас есть разворачиваются и карманчик такой разворота и карманчики стояли девушки древней профессии они ждали большую машину дальнебойщиков дали ну в общем это это вот все то что вы знаете я когда разворачивался они что-то даже мне махали там я возмутился такая святая досада иногда донимает служителей я возмутился и думаю так проехал и думаю вот и носит же их земля разрушает семьи и такой святоша поехал свой город и когда я начал и дальше продолжал свой путь дух святой проговорил мне и ты такой же только руль не дал мне подскочить я спросил господь почему я никогда не был практикующий блудник ты сохранил ты же и я с детства верующий и я благодарю кстати бога за это хотя сегодня есть такие интересные эпитеты в сторону там д.в.р. все такое а я благодарю бога что а я благодарю да да я благодарю бога что я с детства верующий и ты меня сохранил в юности в армии ты мне сохранил в служении я благодарю за это тебя и я увидел картину что оказывается то что в общем я вам сказал в нашей потенции то что есть все может вырасти я задал вопрос так почему она не выросла и господь проговорил сынок это зависит от а от того где ты посажен ты посажен доме божьем знаете что было дальше вообще мужчина не так сдержан и но я в чувствовал что слезы текут по глазах я благодарю за папу служителя за маму я благодарю что я родился верующей семье я благодарю за церковь я понимаю почему я не там на той стороне потому что я посажен доме божьем и на этом фоне осуждение или война против тела и плоти крови все так выглядит глупо наивно по детски детский садик выглядит то есть проблема в том что когда я дальше в этом двигаюсь не прощения а зона не прощения это уже духовная статья причем серьезная почему это иисус сказал иисус помните когда он сказал за 10000 таланта и 100 динарию 100000 таланта это не просто какой-то какие-то деньги это определенный вес один талант причем золотом это 26 килограмм теперь умножьте 10000 26 что у нас получается сколько у нас получается 260 тонн тонн золота то есть чтобы отдать действительно тысяч талантов с американской не украинской американской зарплатой нужно работать всего лишь 3000 лет а всего лишь отдать 100 динарию если взять динарии за день это 100 дней и я увидел эту картину потому что иисус дальше сказал что тот кто не отдал помните я взяли посадили в тюрьму и не просто посадили приставили истязатели я готов назвать кто такие истязатели сегодня это болезни это депрессии это не устройство я не говорю что все болезни от непрощения но в том числе то есть очень страшно и так первые не зайти в зону осуждения второе это не отравиться информацией кто-то сказал что информации можно отравиться как едой дорогие мы сейчас уже поняли в чем дело в начале этого этапа мало кто понимал или что такое мы поняли что такое успокоительный релаксил и ежесеподобные эти все таблетки для чего после просмотра информации но знаете что самое страшное в информации когда информация входит человека она имеет воздействие и если неверная неправильная информация входит то есть и в здесь и входит человека может быть такой что на каком-то собрании молитвенном собрании или не знаю съездном собрании как хотите что молиться и выйдет правда я в это не верю я думаю вы тоже не верите потому что иисус говорил что от избытка сердца говорят уста вот почему очень это важно и скажу к слову что средства массовой информации сми это вообще отдельная тема сейчас я не средневековья я понимаю что я в контексте этом живу но врут все и и не наши и наши врут друзья дело в том что если сегодня источник информации это фейсбук или другими словами базарное радио простите то о чем можно говорить это не отравиться информации и третье господь проговорил сынок ты должен передать чтобы не отдать славу людям или стране людям или стране это было все начали я как раз когда вот бы этот расстрел на майдане трагические события феврале я был во львове и во львове все вдруг превратилось в блокпосты весь львов был закрыт блокпостами я преподавал семинарии не нужно было в церковь одну ехать за черту города конечно меня остановили очень много неправды что там останавливали ложили там на землю людей это все все вранье было это все все то что и вот останавливали всех парни вооруженные с 25 до 35 лет то есть проверяли чтобы какое-то оружие не везли вот все место давили я опустил стекло парень подходит ко мне и первые слова это вечер был уже приветствия слава на украине а я в ответ ему добрый вечер вы знаете он шерахнулся но видно было что он не ожидал это может впервые такой чудак что так сказал и пока он там думал я сказал слава иисусу христу но в любой это на автомате отвечает во веки слава он сразу ответил кто старший из вас вот мы все старшие ну подойдите все сюда пожалуйста все эти ребята подошли и говорю слушайте ребята там парни девушки бы послушайте если будем отдавать славу стране и героям то не будет ни страны не герою у меня есть предложение давайте будем так говорить слава богу за украину а героям шана они слушают это в принципе неплохо это вы кто говорю пастор а и вот что эти ребята сказали так говорит вы там вверху говорите а то нам так сказали мы орём в принципе я понял что это своеобразная миссия церкви просто говорить не на осуждать там я могу орать сколько вода вот неправильно в америке мне тоже говорят вот вы там не орете неправильно правильно ну что я должен делать я могу возмущаться как и вы но я должен просто нести это слово людям передавать и сейчас мы взяли курс в братстве нашим чтобы об этом говорить конечно есть писание есть писание что доброму человеку честь и слава но вы понимаете что приоритет не не забрать приоритет о чем говорят дальше последние события о чем они еще говорят есть определенная тестовая ситуация выводы тестовых ситуаций это же тест для нас определенный и почему я сказал что это лучшее время этим беженцам потому что когда тест дается верующим бог никогда не дает тест для того чтобы погубить свой народ в ветхом завете за он закон он практически уничтожал человек он показывал какой человек не достойны какая разница между богами человеком в новом завете закон никуда не испарился но он показывает обратите внимание верующим уже в детей для дитя божьего он показывает что бог желает очистить человеке от чего но бог освободить желает поэтому эта тестовая ситуация она конечно экзамен для нас и знаете что мы поняли уже есть определенные выводы я когда приехал в америку вот весной и знаете что братья мне просили потому что там разные в церкви люди русские белорусы украинцы братья Виктор пожалуйста только об Украине ничего не говори вы что смеетесь да замызала будут кричать украинцы я обязательно скажу прошу только политику ни по какой политике никакой договорились никакой политики и никаких там вообще новостей никакой политики никаких новостей то есть сми мы будем говорить в библейском ключе я просто спрашиваю русские есть здесь русские а украинцы белорусы есть все так я говорю хочу вам сказать что мы поняли какая тестовая ситуация вот что мы поняли первое что если что-то происходит непонятно как это происходит и вы слушаете одну новость и другие геометрально противоположные что нужно сделать отставить новости в сторону прийти к священному писанию первое священное писание я понимаю что мы не все можем понять сразу в писании все есть но мы не сможем понять но Бог дает нам другую возможность другой шаг это обратиться к локальному телу Христового что такое локальное тело Христового это церковь в Украине я задал вопрос русские украинцы вы меня спросили как представителя локального тела Христового или может быть новости меня интересуют какие там ваша пд пятый канал и тоже ежесиподобные их много подождите если мне нравятся мои там с моей стороны новости другому с другой стороны а я отбрасываю тело Христово так тогда зачем играть в церковь вообще если мы тело Христово это тестовая ситуация для всех служителей мы должны спросить тело Христово и вот я сейчас понимаю если вдруг в Беларуси или в России или где то что то будет происходить что я должен делать спросить братьев наших верующих спросить которые я не говорю одного человека многих спросите они вам скажут определенные ситуации плюс у нас есть Дух Святой который нас поведет и он никогда не заведет нас вне правду вне правду поэтому это очень серьезный вывод этой тестовой ситуации и еще изменение вектора Украины дорогие но ты буди бдительнее во всем ты наблюдай что происходит так вот вектор Украины 25 лет это чисто фактаж 25 лет Украина была развернута в сторону России и это здорово а знаете почему здорово а потому что за 25 лет в России 80 процентов пастырей служителей это украинцы это очень здорово они уже стали русскими сейчас они уже ассимилировались ну пускай их Бог благословит это нормально то есть о чем мы говорим о миссионерской миссии Украины а впрочем она и остается ну чем мы можем похвастаться запорожцам не похвастаемся да IT технологии сейчас украинцы активно идут в этом процессе а IT технологии умные ребята это понятно но если взять так по производству ничем не похвастаемся а вот миссионерское направление это да и вы знаете что интересно то сейчас понятно что вектор разворачивается давайте отбросим всю политику геополитику все вектор разворачивается мы ничего по большому счету вроде бы так но своими руками сделать не сможем да и не надо делать потому что историей Бог руководит мне нужно просто понять что Бог делает если сегодня на запад разворачивается Украина то знаете что я вижу я не вижу битые мерседесы которых надо тащить сюда вояжи за продуктами за провизией туда все я вижу миссионерское посланничество и за полтора месяца до этих событий у нас был во Львове конгресс пятидесятнический конгресс у нас было братья со всех стран бывшего советского с других стран и посредине конгресса есть это на видео пришло слово от Бога через пастыря одного тогда уже какая была инерция все готовились к подписанию Янукович подписываешь ассоциацию все представляли как они поедут туда в Европу открытся наивные люди конечно не все так просто и в Европе не все так просто поверьте я бывал в Европе и это не все так просто и вы бывали и вы знаете вот о чем речь ну все так думали а тут слово ну совсем не в том ключе потому что слово было что Украина стоит на пороге больших изменений об этих изменениях будет говорить весь мир и изменятся границы Украины некоторая часть пойдет на восток многие на запад и вот что было самое главное мне меня не интересовала геополитика меня вот что интересовало потому что дальше было слово старшему поколению потому что там было очень много служителей чтобы благословили молодежь потому что я хочу подымать ваших дочерей и сыновей чтобы открывать церкви в Европе я летом был в Испании братья наши братья у нас 6 церквей от нашего братства в Испании в Мадриде церковь больше 100 членов церковь и братья говорят пожалуйста нам нужно миссионеров в Барселоне в Салоу возле Барселоны можно открывать уже церковь нам нужны миссионеры я понимаю что что-то Бог делает и вот что в это евангелизм к чему должен я быть готов что в это такое непростое время когда пишется картина только пишется вы знаете когда пишется картина не все же там понятно особенно когда вот это арт-искусство которые вот встают на двух картинах сразу пишут а потом складывают разворачивают какие-то проведут какие-то линии и ты просто удивляешься какая красотища вот сейчас пишется эта картина и пока еще это на этапе пока эти холсты раздвинуты непонятно что происходит но это пишет художник Бог эту картину понимаете и я просто взываю особенно к украинцам особенно и к нашим соседям русским белорусам послушайте давайте мы отбросим там амбиции это все давайте мы просто посмотрим может быть это будет хорошая площадка вот Бог делает хорошую площадку для миссионерства в Европе кстати предпосылки есть почему предпосылка первая потому что больше трех миллионов украинцев это официально они живут уже в Европе это тоже связывающие звено это люди невоцерковленные дальше сейчас в силу обстоятельств хотим этого и не хотим ну я всегда говорю извините дорогие но в силу обстоятельств в силу обстоятельств украинский миссионер уже воспринимается в Европе просто в контексте этих событий то есть раньше вообще я был в Америке меня там спрашивают where are you from я говорю Ukraine а Russia но это разные страны ну просто это было обобщение обоих страны сейчас они четко вау wonderful начинают расспрашивать это вы же понимаете это не люди делают это все делает Господь поэтому но ты будь бдительным во всем я остановился на этом и не зря остановился мы дальше чуть побыстрее надеюсь пойдем это очень важно в евангелизме во времена кризиса просто понять то друзья мы можем о методах разных говорить это все правильно но если не понять главную картинку я просто могу вылететь с этого процесса дальше переноси скорби ну это конечно не очень всем нравится ну а что поделаешь а скорби будут если ты встал уже на эту дорожку это обязательно обязательно это будет я это перехожу так же и вы переходите буквально в предыдущей поездке мне позвонили дети за тысячи километров мне позвонили дети и сказали что маму госпитализировали гипертонический криз кризис и конечно бог миловал от кровоизлияния все 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 и когда я вернулся через две недели а я уже хотел менять билет все господь мне проговорил что сынок двигайся дальше это моя работа я когда вернулся рус слушай она спрашивает меня почему так происходит как ты хотела ты сейчас со мной ездишь ты проводишь так же семинары а ты как хотела это ты будешь испытан ты должна пройти потому что дорогие вот я что хочу сказать нам немножко нарисовали другую картину она правильная но чуть-чуть надо подправить то есть что духовный рост это ступеньки тут ты выше пошел выше только чубчик поднимается выше 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 ты пошел это не ступеньки это холмики один холмик потом второй выше потом третий еще выше то есть перейти на второй уровень нужно съехать вниз а знаете как едешь вниз только ветер свистит а вниз быстро едешь и ничего сам не понимаешь еще и все смотрят на тебя оооо Бог попустил вот оно такое да ну переноси скорби и вот какое мое сегодня слово к нам блажен человек которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе проходя долиной плача они открывают мне источники и дождь покрывает ее благословением приходят от силы в силу являются пред Богом на сионе дорогие опять же нам очень нравится переходят от силы в силу являются пред Богом на сионе вот с этого бы начать да вот блажен человек который усил от тебя это тоже классно это бы начать у которого сердце стези направлены а вот проходя долиной плача они открывают мне источники тоже они открывают мне источники тоже нравится но вот бы этого не было проходя долиной плача только вот что я хочу заметить в начале года Бог повел меня в одну тему и обратил внимание на что сынок вот чтобы открывать источники чтобы это все было есть ключевое слово здесь и ключевое слово не долина плача потому что люди все попадают и верующие и неверующие разница какая проходя 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 многие остановились в долине плача вот главная ошибка как только остановился в долине плача начал сюсюкаться там хныкать тут подключается толпа хныкальщиков возле тебя а человеку начинает нравиться потому что он в центре внимания всех кстати если вы не хныкнули вы враг и вот тут начинается процесс вы понимаете улавливаете мою мысль и что дальше церковь не такая все не такое какое благовестие это не благовестие это помойка бывает такое что как открывается уста некоторых людей кажется что мусорный ящик открылся ну простите за откровенность за натурализм вот такое бывает то есть в этом переноси скорби то есть проходи будет неудача не получилось что-то сорвалось что-то ничего страшного в этот момент окей я не понял ситуации начал там на украинцев на путина начал еще на кого-то он там начал ну не понял я дух святой повернул меня даже на форуме на лидерском форуме повернул ничего страшного двигайся дальше переноси скорби иди дальше проходи просто иди не останавливайся на месте и тогда а теперь вот только вот после этого совершать дело благовестника не ну я не говорю вы не понимаете так что это нужно сначала бдительность включить ждать потом обязательно первой скорби нужно ждать и потом только свидетельствовать нет вы начинаете делать оно сразу 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 все пойдет в советское время это было гонение немножко ну не так что немножко там у нас был такой генсек интересный такой с кукурузой там связан знаете да да это никита никита сергеевич хрущев и братья добились аудиенции только по телефону но позвонили они все но это было очень уже сильно по телефону и наш брат хрущева взял трубочку начал говорить никита сергеевич у нас там такие законы очень гуманные советское все но дело в том что есть проблемка что тут на местах тут гонения вот надо бы как то вот за помощью к вам а хрущев его остановил говорит вы писание читаете библию или нет читаете читаю а вы что не читали что желающие жить благочестиво будут гонимы читал а у вас есть вопросы еще нет вопроса ну до свидания удачи вам все вы заметите дорогие вы заметите что там говорится не те которые живут уже а желающие поэтому спокойно к себе благовестники а скорби это все не беспокойтесь итак совершать дело благовестника в чем несколько практических моментов сейчас особенно что мы заметили сейчас правильная подача информации ее достоверность ее достоверность и там есть три момента в информации мой powerpoint немножечко или такая презентация и то что там видите три вида информации я переводил с одного компьютера в другой там потерялось три вида информации и так правильная подача информации ее достоверность мне понравилось что на олег сказал вот в том обучении чтобы правильно говорить так вот информацию подавать также правильно во-первых она должна быть достоверна это это аксиома я на этом не останавливаюсь но есть три вида информации которые влияют на человека. Первый вид информации – это уникальная новая информация, то есть она привлекает внимание человека. То, что вы не знаете, новая информация, уникальная. Вот если взять пример… Кстати, вы знаете, что сегодня в Донбассе произошло? Не знаете? Вы не знаете. А почему, что вы на форуме или что? А в России что произошло? А сейчас в России что произошло? Тоже не знаете сегодня? И я тоже не знаю, потому что это пример. Просто пример. Витя, я только задал пример, вы обратили внимание сразу. Но то, что произошло, то и произошло. В принципе, у нас есть интерес. Вторая информация, которая касается хобби. Кстати, очень здорово, когда мы можем пользоваться. У меня множество было случаев, когда я знал хобби этого человека, и я начинал говорить с позиции этого человека. То есть, если сейчас начать говорить за рыбалку, то проснутся рыбаки. То есть, интересно будет рыбакам. А-а-а, какие снасти, а катушка шимоно, а-а-а, да, там, ну, то есть все. Другие, какой шимоно там все? То есть, вы понимаете, да? То есть, это вторая. Третья информация, третья информация, это вообще бомба. Почему? Это информация. Я приведу маленький пример. Я когда молодежи нас в нашем городе проводил занятия по информации, потому что нас сейчас интересует эта информация. Я зашел в офис нашей церкви, на втором этаже они собрались, на первом этаже у нас там кухня, обеденный зал. Я зашел на кухню, зажег газовую плитку и пошел наверх. И открываю двери. Они все там сидят, знаете, кто как, ну, там ждут в ожидании, как молодежь. Там шум такой стоит все. Я громко сказал, говорю, вы здесь сидите, а там внизу горит. Все, что я неправильно сделал, я очень близко к двери стоял. Они буквально вынесли меня оттуда. Никто не остался, никто не остался. Никто. Никто не остался. И они побежали вниз, потом возвращаются. Говорят, а, Виктор Владимирович, там только плитка газовая горела. Ну, говорю, вы выключили? Говорят, да. Садитесь. Мы прошли первый пункт, один из пунктов нашей темы. Я вам просто хотел сказать, что есть информация, которая угрожает нашей жизни. Когда информация, которая угрожает нашей жизни, эта информация, она просыпается любой. Как умело пользоваться? А это очень хороший момент. В нас же есть эта информация. То есть, смотрите, наркотики сейчас в мире, спид, пьянство, разные ужасы. И это то, чего практически в христианстве нет. За исключением людей, которые вошли в христианство, но они не были наши, или если по большому счету. А так нету практически. Но только, дорогие, я вас прошу, нельзя тыкать. Говорят, Виктор Владимирович, ты сгоришь в аду там. Это тоже, кстати, гореть в аду. Если так говорить, все, это сразу стойка, и это сразу ответный удар. Сразу. Никогда не говорите. Говорите от третьего лица. Или от себя говорите. Говорите, вы знаете, заведите разговор, зацепите человека, чтобы он вышел на разговор, задавал вам вопрос, или сами задайте при нем, почему я христианин. Скажите, послушайте, вот у меня дети. Мучата подрастают. И вот ситуация, я смотрю, что в мире делается, а оно умножается, все зло умножается. Я посмотрел, посмотрел, что в церкви этого нету. Я в этом безопасности, в этом. Будьте уверены, пока вы говорите вот так, вы не тыкаете. Но человек стоит, он может скрывать, там защитная реакция может разная быть, он может все это скрывать. Но он же тут думает сам, вау, а я, я не в безопасности, а мои дети. Вот это очень серьезно бьет, и многих это заставило задуматься. То есть, это не просто теория, это практика. То есть, правильная подача информации. Всегда нужно не просто информацию иметь, а даже правильно говорить на понятном языке то, что я продублирую, то, что вообще уже было здесь сказано на понятном языке. Но знаете, у нас язык, вообще у нас интересный язык, маленькие объявления в церкви. В церкви летом. Было евангелизационное собрание, люди пришли в церковь. И объявление в конце служителя. А он так наивно, он просто искренне это сказал. Говорит, братья и сестры, мы получили с юга помощь, благословение. Поэтому, если вы хотите получить это благословение личное, спуститесь в подвал, и вам братья отдадут по дыне. По дыне дадут. Дыне получили. По дыне, говорит, вам в подвале дадут. Ну, не охота всем по дыне получить. О чем мы говорим? Что даже вот в нашем контексте, даже исключая библейский, есть моменты такие, что надо все-таки подумать. А тем более в библейском. Только примерами. Когда человек в церкви больше двух лет, у него уже речь воцерковленная идет. У него уже речь цитаты. И в принципе, в этом ничего плохого нет, если он пользуется вот сам себе. Но, когда он начинает свидетельствовать, это уже получается на ином языке. И в нашем городе есть рип-центр. Один из больших баптистских рип-центров. Прекрасные, изумительные ребята, которые работают там. Рустам вчера говорил там свои моменты. Они тоже, кстати, об этом говорят. И директор рип-центра. Хороший такой брат. Он так, тоже в бывшем реабилитант. Бог его восстановил. Все, он уже многие годы работает. У него голод с такой схрипотцой. Он, когда пришел к Богу, он просто писание впитывал, как губка впитывал в себя. Он многое знает наизусть. Это классно, очень здорово. Ну, вот что получается. В рип-центр там поступают люди, но и дети разных родителей. Там такие есть мамочки, мамусики эти, что они очень высоко-высоко. Но дети, ну, бывает так. И вот такая мамочка одна отправила своего сына. И время от времени она звонит и интересуется. И как раз так случилось. А у них такая есть практика, что они там и работают физически, и, конечно, в церкви. И не каются в церкви. И этот сыночек покаялся, а мамочка в понедельник звонит. Он в воскресенье покаялся, а на понедельник звонит. А наш брат на радостях. Она спрашивает, слушай, Юрочка, как он там? А Юрочка наш, а Юрочка наш. Сразу в телефон. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. А это мамочка с той стороны говорит, Юрочка, я знаю, что он тварь. Я знаю, как он сейчас. Понимаете? Да придурок нельзя было бы. Знаете, что человек так, но он так понимает. То есть, вот так это оно звучит. То есть, надо. Говорят, знаете что, что вокалисты, они глухие. Глухие вокалисты, певцы, которые поют, они не слышат своего голоса. Вам никогда не приходилось записывать свой голос на магнитофон? Правда? Еще свиньи, это все. Я понимаю, этот критицизм, это вполне нормально, кстати. Так вот так и получается. Получается, чтобы записать вот на такой духовный магнитофон, прослушать, что я говорю. Служение Елисея в обозе. Четвертый царств, третий глава. Вы можете прочитать. Удивительная история служения Елисея в обозе. Это тоже очень важно. Смотрите, что у нас происходит сейчас. У нас есть нужда вообще в служении в Украине. И здорово. И очень правильно. Это та же тестовая ситуация. Что церковь начала служить. Я знаю за нашу конфессию. Наша конфессия вчера говорил. Пятая по количеству церквей в Украине. Пятидесятники. Если вы хотите знать, какая же первая и вторая. Первая – московский патриархат. Вторая – киевский патриархат. Третья – греко-католики. Четвертые – баптисты. И пятьдесятники. Союз пятьдесятников, который возглавляет Михаил Панучко. Пятая конфессия. И дальше идут. Ну, многие. Много христиан еще есть. И я знаю, что в разных конфессиях сейчас служат. В Украине в этой ситуации. И не обязательно, что тут вопрос дискуссии о пацифизме, все, не обязательно только с автоматом. А есть много сфер, где можно просто помогать людям. Так вот, я ваше внимание обращаю, что муж Божий, пророк, он также был мобилизирован в армию. И когда была война против Моава, или когда уже получалось, что обязательно будет война, и израильский царь, и иудейский царь, а Елисей в Иудее был, и эдомский царь, они пошли против Моава. И они должны были эдомской дорогой пройти. Это была пустыня. И там возникла проблема. Автор говорит, говорит о том, как это все начиналось. И никто не говорит об Елисея. То есть он был также призван в армию. И он занимался своим там делом. Мы не знаем, чем он занимался. Я полагаю, что он служил как в таком социальном контексте. Я так полагаю. Но я до конца не знаю. И тут всплывает вопрос. Нужда Елисея? Всегда, когда проходят такие моменты в страну, всегда будет нужда в церкви. Всегда будет нужда в церкви. И вот что, мне нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Сейчас идет дискуссия. В нашем контексте, 50-ников, мы пацифисты. И мы, конечно, говорим, ссылаясь на слова Иисуса Христа, что кто взял меч, но вопросики накопились. От чьего меча? Своего? Потому что два меча есть. Есть меч нападения и меч защиты есть. И я вам просто без особых толкований намек еще один дам. Мы находим, что в команде Иисуса Христа было сколько мечей? Два меча. А можно было бы сказать, если бы там было по-другому, сказать, да вы что, выбросите эти мечи, вообще не должно быть. Но почему-то Иисус сказал достаточно. Я не хочу сейчас об этом говорить, и это не намек. Но у меня точно слово, что церковь не может быть вне общества. Она должна активно быть. Это как раз нормальная, не просто гражданская позиция. Это то время, когда мы можем принести слово. И знаете, в чем вопрос? Маленький пример. Наш брат, работник отдела образования по Херсонской области, его зовут Виктор Котиш. Их маленькая церковь. Он сам в Западной Украине, я поехал миссионером туда. И он сам говорил, что я всегда задавал вопрос, что я делаю в этой Чаплынке Херсонской? Маленькая церковь, 40 человек, или больше чуть-чуть. Ну, что я здесь делаю? Годы идут. И когда оно все началось, туда же пришли войска. Говорят, наш город зашли, это вообще сразу ужас, это страх, это все психологически тяжело. Ну, война, это конкретно. А потом мы чуть-чуть за недельку привыкли, и присмотрелись, и начали служить. Открыли молитвенную палатку. У нас, говорят, сейчас служения практически нашего нет. Потому что там стоит 14 частей, и весь ресурс наш направлен на то, чтобы служить, нести Слово Божье. Возможность, открылась такая возможность, но они начали с помощи сначала. И я слышу какие-то замечания. «О, там вражеская, там армия вражеская, не вражеская». Я говорю, постойте, дорогие. Я, наверное, другую Библию читаю. Писание говорит, если враг твой голоден, вы можете мне помочь, что там дальше, говорится? Накорми его. Конечно. Давайте мы отбросим это все, вот эти все наши амбиции, а вот что говорит Писание. Говорит, нам открылась возможность. Когда он ехал летом на нашу конференцию отдела образования во Львове, которая проходила, и он приехал, он говорит, самые свежие новости. Я перед тем, как уехать, мне звонят, срочно приезжай. Потому что приехали с генерального штаба и хотят видеть. Ну, думаю, попались мы, наверное, что-то мы уже там, все, наверное, хотят запретить. Говорит, я приехал, смотрю, они приветствуют меня, расположены. Наши? Да, и говорят, ну да, да. А вы, как, наши имени-приятели, да? На, нет, нет, наши, ну там же наши войска стоят. И эти генералы. Говорит, а можно в молитвенный дом зайти? Они зашли. Фуражки сняли. Говорит, а вы можете, говорит, у нас помолиться? Говорит, я вообще парень деревенский, западная Украина, никогда не мог подумать, что я буду молиться за генералов. Вы знаете почему? А потому что в людей это одно направление, а Бог ведет совсем другой дорогой. И это надо все время использовать, в обозе даже, использовать это, духовная дипломатия. В последнее время заметила, потому что кризис, он же не только геополитический, какой-то экономический, это же кризис сейчас духовный. Заметилась или приглянулась неприглядная картина. Я этот пункт вообще хотел прочитать. Слова пастыря Тоузера о духовной этой дипломатии, мне очень понравились эти слова. Я думаю, что будет, наверное, излишне что-то объяснять. А просто послушайте. Без всякого объявления, это цитата его, с темы Старый Крест. Без всякого объявления незамеченным большинством вошел в современные христианские массы Новый Крест. Он похож на Старый, но в то же время отличается от него. Сходство между ними поверхностное, разница же фундаментальная. Из этого Нового Креста вытекает и новая философия христианской жизни. А из новой философии исходит новая евангельская практика, новые виды собраний и новые виды проповеди. Этот Новый Евангелизм употребляет тот же язык, что и Старый, но содержание и акценты у него совсем другие. Старый Крест не хотел иметь ничего общего с миром. Для гордой Адамовой плоти он назначал конец ее похождения. Он подводил ее под действие смертного приговора, вынесенного Синайским законом. Новый Крест, наоборот, не имеет ничего против человеческого рода. Он протягивает ему дружественную руку и даже пытается представить, что является источником целого океана хороших чистых удовольствий и невинных наслаждений. Он позволяет Адаму жить без вмешательства в его жизнь. Его страсти остаются без изменения. Он по-прежнему живет свое удовольствие с той лишь разницей, что теперь он находит отраду не в скверных песенках и горьком пьянстве, а в пении хоров и просматривании религиозных кинокартин. Акцент все равно остается на наслаждении, хотя развлечения у него теперь более высокого морального, а точнее интеллектуального порядка. Новый Крест подразумевает также новый и совершенно иной подход к благовестию. Евангелист теперь не требует отвержения старой жизни, прежде чем можно будет получить новую. Он проповедует не контрасты, а сходства между миром и Евангелием. Он ищет ключи к общественным интересам, показывая, что христианство вовсе не несет с собой неприятных требований. Наоборот, оно предлагает то же, что и мир, только на более высоком уровне. Вместо открытого протеста против греховного безумия мира следует разумное разъяснение, что Евангелие в принципе предлагает то же самое, но только религиозная продукция лучше. Новый Крест не казнит грешника. Он лишь дает ему другое направление. Он переводит грешника в более мягкий и веселый образ жизни, сохраняя при этом его прежнее самоуважение. Тому, кто любит показать себя, он говорит, приди и покажи себя для Христа. Эгоисту посоветует, говори о своей духовности. Искателям приключений скажет, приди и изведай романтику христианской жизни. Новый Крест, чтобы стать приемлемым, для публики идет в ногу с текущей модой. Я думаю, что излишне что-то об этом говорить. Боже, упаси нас от такой духовной дипломатии. И последнее, на что я хотел обратить внимание, исполняй служение свое. А вот почему свое служение? А дело в том, что это уже касается евангелизации личная. Не кому-то, друзья, задумываемся ли мы, что сегодня церковь нуждается в евангелизме для церкви? Отдельные верующие или множество верующих нуждаются в евангелизме лично для себя. И вот, что я хотел сказать. Первое, странно, баланс Лев и Агнец. Где здесь есть перекосы? Это интересная картина, описание в Откровении, в пятой главе, вы можете прочитать. Помните, когда была минута такая замешательства, и никто не смог открыть книгу. И помните, что Иоанн много плакал. И один из ангелов, он сказал, что не плачь, вот лев с колена Иудина, корень Давида, победил и может открыть книгу. И вот сейчас презентация, то есть должен явиться этот лев от колена Иудина. Ну и ожидание какое, что сейчас будет гром, мол, где этот лев? Иоанн видит, и я говорю, увидел. А там не лев. Кто-то понял, кто там был? Агнец. Вот оно. Вот эти статусы верующего человека, они перевернутые часто. У нас есть два статуса. Я должен быть как лев и как агнец. Так вот где как лев? Против греха, беззакония я должен быть как лев. А в служении окружающим, как агнец. А вы не заметили, что это перевернуто? Что против греха, как агнец. А в служении рык, львиный рык. В церкви львиный рык. Лев такой. Попробуй оставить этого лева. Усыпить просто надо его каким-то образом, этого лева в церкви. Исполняй свое служение. Займи правильный статус служения. Понимание Божьего присутствия. Это очень важно. Без этого нельзя передать. Вы понимаете, я могу теорию передать. Но если сам я не понимаю Божьего присутствия. Вы знаете, чем отличается Божье присутствие от наего, вашего? Вот я сейчас здесь, я не могу быть там, где я сидел. И если вы там, вы не можете быть здесь. А я был здесь, он сейчас там. Он несколько метров разделяет. И вот у нас вот так. А разница какая? Он здесь, такой же реальный, как я. Он там, где вы. Везде. Более того, он наполняет всю Вселенную. Не просто Киев и Киевскую область. У нас на таких пятидесятническом контексте, на таких молитвенных собраниях иногда проповедники идут в таком вдохновении, уже как пошли. И они начинают там. Вот сейчас Господь двигается, вот порядок, вот сейчас двигается, на балкон прошел, вот сейчас двигается. Слушайте. Но оно красиво звучит, вроде бы, вот так, вроде бы вдохновляюще. И люди там, ну-ну-ну-ну-ну-ну, уже ухватились за это. Да, когда двигаются. Но знаете, правда в чем? Что Бог-то не двигается. Бог наполняет всю Вселенную. Кто двигается? Писание говорит, мы им живем, движемся и существуем. То есть, когда вы ехали на форум, вы ехали в Боге. О чем речь? А вот с этого вытекает интересная мысль, которую Господь проговорил мне в свое время. Я просто ужаснулся. Не знаю, ну просто сказал, Господь, помоги мне. Вот ситуация, просто простая ситуация. Двое людей, у них начинает что-то, какой-то конфликт дома. Муж-жена, может быть такой христиан? Конечно же может. Температура пошла вверх, и тут вдруг звонок в дверь. Ну иди открывай. Ну кто открывает, обычно тот, кто всегда открывает. Ну, пошел человек открывать. Там, или муж, или жена открывает. Глазам в своем неверии стоит пастырь церкви. Да, это такая трансформация мгновенная. Только у славян может быть. Мгновенная. Вра, дорогой, как мы рады тебя видеть. Ну, думай совсем другое. Чего ты здесь пришел? Вот в это время. Ну, вовремя, да, как раз спарринг здесь не закончился. И тут, а вторая, конечно, половинка, уже есть время подготовиться. Все, все, и тут такое смирение. Ну, конечно, если дело не зашло там за точку невозврата. Да, понятно. Ну, в таком плане. Это только пример. И вот сразу на кухню, вот, дорогой, чай, все, та-та-та-та-та-та. Скажите, будет дальше продолжаться это все? Нет, конечно. А кто остановил этот грех? Кто остановил? Кто остановил грех? Нет, не Бог. Нет, не Бог. А присутствие третьего лица. На что я намекаю? Я говорю о том, что в нашей жизни, в наших домах, квартирах присутствует не епископ, не пастыр. Кстати, когда он есть, у вас даже мысли не будет зайти там на плохой сайт, даже детей наших. То есть, ну как, мы вообще сосредоточены на этого человека. У нас мысли, даже у нас искушений не будет прием этот сделать, понимаете? И вот что Господь проговорил, что, сынок, а ведь дело в том, что в твоем доме присутствует не просто епископ, а священник, который прошел в небеса. И когда я говорю, Господи, я тебя люблю, я понимаю, ты присутствуешь, а делаю все по-своему, знаете, что это значит? Первое – это ля-ля. Это просто ля-ля. Это христианское ля-ля. И Господь проговорил, сынок, вот почему ты не всегда получаешь исцеление. Потому что, когда дети твои заболели, вот и тогда уже, вот тогда ты меня представляешь, что я сейчас руки положу, а я делаю пропорционально. Все. Как в твоей жизни происходит? Вы понимали мою мессию? Это очень важный момент. Служение в семье. Служение в семье. Меня всегда спрашивают, на каком месте у тебя семья? Я говорю, у меня на первом месте Господь. Тут нет дискуссии. Дискуссия за второе место. Говорю, на втором месте у меня служение. По-разному реагирует. Говорю, самое главное у меня служение – это в семье. Самое главное из служений – это у меня в семье. Поэтому семья, служение в семье на втором месте идет. И знаете, дай Бог, чтобы наши папочки поняли, что в семье жизнь – это не так прокатиться по жизни с удовлетворением физиологии своей. А что в семье – это служение. И я должен быть служителем в семье. И евангелизм начинается с семьи. Я не смогу достаточно основательно, убежденно сказать кому-то, если я не евангелист в своей семье. Поверьте, оно не будет работать. Оно, к словам, будет правильное. А действия не будет. Вот в чем суть. И ведь получается так, если бы я не приехал сюда. Вот так бы случилось. Вы думаете, что вы бы сидели просто так? Нет, тут бы кто-то другой был. Почему? Уважаемые, потому что меня здесь можно заменить. И горе, если я не понимаю, что меня здесь можно заменить. Где меня нельзя заменить? Это мужем для моей жены, иначе это грех. Папа для своих детей. Вот поэтому служение в семье. Исполняй служение свое, чтобы благовествовать. И дальше, это последнее, слово от Бога. Я к этому пришел. И я настаиваю, продолжаю настаивать, что если не придет слово от Бога, рема, это может во сне прийти. Это может быть, знаете, читайте Библию, загорелся стих. Что обычно делают люди? Ага, слава тебе, аллилуйя, и пошел дальше читать. Остановитесь, запишите. А такое впечатление, что запомню на всю жизнь, если особенно ярко. И что происходит через два дня, как поезд ушел? Помни, что было слово? Это слово от Бога. Поработай. Потому что, что может изменить ситуацию у нас? Это слово от Бога. Послушайте, во времена Иссофата была очень серьезная ситуация. В стране, когда началась аннексия и конкретное нападение, конкретное вторжение, и спецслужба донесла, что идет войско большое. И все испугались. И все жители иудеи пришли в Иерусалим. Жители Иерусалима, и даже там, говорится, малые дети были с ними. И мне нравится, что царь Иссофат не отправил заместителя своего. Он сам пришел туда. И начали они к Богу взывать. Но это мало сказано, что слово «взывать» не может показать тот процесс у евреев. Если вы были в известенной плаче, там два-три еврея начинают кричать, то волосы поднимаются. Но это такая нация. Представляете, что там творилось, как они кричали. Потому что они понимали, что завтра это будут просто разграбленные деревни, просто море крови, просто плен, просто изнасилование, просто это все будет завтра, если не будет помощи. Они поняли. А так как мы понимаем, да не Америка нам поможет, друзья. Да не Запад нам поможет. То же самое было в Израиле. И они все начали кричать к Богу. И мне очень нравится. В этот кульминационный момент там написано, что на сына Ланея, сына Зари, левита сынов Ассафа, зашел Дух Господен посреди собрания. И он остановил всех. И вот оно слово. Я посчитал примерно 7 секунд. До 10 секунд. Послушайте жителей Иерусалима, жителей Иудеи и царей Исафат. Не бойтесь и не ужасайтесь. Ибо это не ваша война. Это моя война. Смотрите, это слово до 10 секунд. Изменило всю картину. Там также и со стороны, можно ничего не понять, тоже начался крик. Но это другой крик. Потому что в моей Библии говорится, что первый это дело сделал царь Исафат, а он упал на колени. Потом все жители Иудеи и Иерусалима, а сыны Асафовы и Кореевы, они начали хвалить Бога голосом очень громким. Что произошло? Пришло в Израиль слово от Бога. И знаете, что я молю, Господь, нам так нужно этих 10 секунд для Украины. Слово от Господа. Слово от Господа. Нашим семьям нужно слово от Господа. У нас 5 минут. Дорогие мои, если у вас маленький вопрос есть, я готов ответить. И мы, по-моему, будем молиться. Я хотела сказать, что вот это вот, что вы говорили, что вот про славу Украине, когда, но этого понимания в церкви нет. Это настолько важно для нести, вот как бы, даже вот в нашей части. Потому что, даже с вами, я говорю, нам как нужно раздавать, ну, славу герою, славу. А мне говорят, ну, если это, жена, а вы упасили, ну, почему не слава? Ну, они же как бы отдали жизнь, и все, то есть, это понимание, и мне, как это очень важно. Там, знаете, дело даже не в словах, а дело в сути. К чему я больше привязан? То есть, если, насколько я Богу, если я героям воздаю, и я беспокоен, чтобы почтить героя, но не Господа, то вы можете даже заменить слово слава, и не говорить слава герою, а почтение героям, или уважение героям. Но если мое уважение будет преозабиловать над уважением Господу, то это вся та же идея. Эта ситуация нам подсказала, что ни в коем случае нельзя это делать. А еще такое питание. Вы сказали про информацию, да? Да. Там видно, что треба не отравиться. То есть, мне вы стекало, у меня так само такие были идеи, я уже там вошел для школы лекции, ректор, ректор. Есть некая, проводится работа в этом микронку? То есть, что родится с знакомой информацией? Я не думаю, что она достаточная работа, а мы обязательно, это в разных направлениях, чтобы не отравиться. Мы сейчас ведем в нашем братстве, мы сейчас ведем эту линию для того, чтобы дать правильное направление. Не какое-то просто какой-то одной стороны направление, а правильное библейское направление. Лучше всего это все вытесняет эта правильная информация от Слова Божьего. Не, просто у меня была как раз идея, то есть, что мы, как бы, люди научиться, ну, информацию спрямлять, но люди не умеют анализовать ее. То есть, у меня методологии, ну, часом, и к этому я бачу мало где учить. То есть, у меня методологии, как проанализовать, где вкуснятие правда, то есть, какие критерии, там, ну, какие признаки ее, то есть, как подробности. Полностью с вами согласен, дорогие. Так мы с этим столкнулись, так вплотную, вот только столкнулись с информацией. Люди недооценивали информацию, а сейчас у нас очень большое поле для работы. И в этом направлении форум, восточноевропейский лидерский форум, это я ответственно говорю, это также свое, это участие, это лепта в том, чтобы распространять правильную информацию. И хорошо, что он объединяет не только украинцев, а с других стран. у меня была такая идея, и она с дохами не мучая, я уже пошел обиднее, что, ну, у меня там есть доступ до школы, что, когда приходит детей научить правильно анализовать и выбирать информацию, шукар, да, на методологию просто, я истину докапываться. Яны и доверили итоги. То есть, не повязково напрямую сказать, и они будут устойливы в умовах войны информации. Да, да, совершенно верно. И вот еще, какие же независимые, допустим, спутники, те, которые, не контролированные, допустим, Москвой, Кремлем, вот типа Астрон, Кремлем, а лучше знают, те, которые расположены, допустим, не на Украине, не на России, а на западных странах, которые можно... СМИ вы имеете... Нет, именно спутники, через которые можно... А не спутники, это всего лишь как бы инструмент, которые... Нет, тут нам понятно. Спасибо. Я хочу, это уже будет последнее, мы помолимся. Смотрите, да. Да, и я от этого не отступаю. Я не говорю, что там вообще правды нет. Понятно, есть объективные вещи, определенно, то, что мы знаем, а есть субъективные взгляды. Да. Так вот, посмотрите, почему вот эти спутники даже? Я бы рекомендовал в основание взять, я не говорю, чтобы вообще новости не смотреть, но в основание взять, в Священное Писание, смотрите, что происходит. Я заметил, когда недельки три вообще не касался, вообще информации, у меня мысли другие абсолютно, даже на ту ситуацию другие мысли. Это первое. Второе. Почему? Почему? Это не то, что есть неуважение к людям, к средствам массовой информации. Я пример приведу. У нас есть разные книги, кроме Библии. У нас есть классика, очень, кстати, неплохо, классика неплохо. Но почему именно Библия? Ведь классики так же примеры, в Библии так же примеры. Какая разница? Дело в том, что в классике примеры есть и много хорошего, но в классике есть человеческое умозаключение. И оно не всегда есть правильное. В Библии те же человеческие примеры, но выводы уже, или как они поставлены, они там поставлены Богом самим. Поэтому они самые правильные. И вот в чем, если я хочу научиться, то я должен взять эталон какой-то и туда тянуться. Не под себя подстраивать, а эталон. И вот точно так же и в информации. Поэтому я сказал, это прежде всего Священное Писание, потом Тело Христово, потом Тело Христово, а дальше Бог настолько управить, что вы будете получать даже через те же средства массовой информации то, что вам нужно. И вот значит в анализации, когда люди в анализации говорят, я хожу в церковь Бога Живого, они говорят, ну это значит секта. Я решу считать там сектой. Ну там разговар идет, они говорят, почему вас тогда так много развелось? Вот ответ как развелось? Ну там баптисты, пятидесятники, пятидесятники, мальчиланты. А ей что, мальчил, но у вас дорогие, это вообще дорогие, это отдельное тело, это отдельное тело. Я вообще, я вообще хочу сказать, вообще, я что хочу сказать, извините, сестра, но часто проблема в том, что мы не начинаем с того, что нужно. Этот вопрос, это вообще в последнюю очередь должен быть. Его вообще нужно избегать. Вообще, надо так вести себя, так вести, чтобы люди задавали нам вопросы, ориентируясь на нашу жизнь, на наше служение. Тогда не будет возникать за секту. Если я, вы говорите, я хочу в церковь, все, вообще забудьте за это. Нет, вы не православный, вы не католичка, куда вы ходите? Почему я не православный? Я православный, я сейчас вообще говорю, на католика похож, хотя это протестантская форма, но вот. Значит, в ходе разговора все-таки преобладает что-то вот видимое, не то, что, ну, надо, чтобы зацепило другое. Хорошо. Можно я открыть? Субтитры создавал DimaTorzok